всем привет сегодня мы с вами поговорим о ситуации на рынке комодитис то есть товарном рынке поговорим конечно же в американском рынке и о том что нас ждет что что говорит нам технический анализ в отношении будущей недели там ну это по традиции начинаем с нашего американского портфеля который называется индекс фото инвеста лэвен или фото инвест 11 когда-то мы начинали просто почему так называется да потому что мы когда-то его начинали исключительно с 11 акций но потом как-то от этой цифры отошли сейчас там больше да но тем не менее смотрите ну такое традиционное вот мы название сохраняем да то есть у нас есть российский портфель который называется через сайта ft-invest.ru ну там российский портфель да американский называется ft-invest 11 и вот наш ft-invest 11 на этот раз снизился снизился не сильно и в основном это произошло смотрите в вчера что называется да я посмотрел графики на самом деле там произошло вот события которые ну интересно в чем да то есть продолжился рост вот этого пузыря в американского да а вот почему-то смотрите они считают что это будет должно расти это конечно как полнейшая глупость но рост пузыря продолжился что называется да а остальные акции там почему-то какой-то засомневались в том что они будут там расти как сказать затраты да и вот это будет приводить к снижению там по и прибыльности там и так далее вот он потом несколько прямо по 3-4 процента акции у нас резко упали вот это конечно очень странное положение ну видите о чем говорит о том что на рынок хотя его насчитают эффективным да вот он не не всегда в состоянии все-таки оценивать вот эти вот вещи да ну да в американских эти компании у них почти нет переменных затрат так называемых да то есть смотрите да и я у них может быть какая угодно там это самое вы не может быть конечно да но в принципе их выручка да и их сам затратная составляющая но они как бы не сильно связано но рынок совершенно игнорирует фактор того что насколько ушла вверх далеко цена этих акций американских ну вот поэтому поэтому всегда вот этого не так уж просто на рынке работать да но тем не менее я нормально отношусь перспективам нашего портфеля американского по-прежнему то есть я и тогда вчера был и прошлой неделе был оптимизм там есть у нас одна акция на самом деле да которая мне лично очень нравится и она что называется я думал что она будет волатильная неустойчивая она у нас оказалась очень устойчивой что говорит о том что может быть даже надо увеличить в нее вложение но наверно не не будем этого делать но тем не менее если вам интересно подписывайтесь на наши услуги если вы имеете возможность инвестировать в америке да это возможно сделать через сайт это возможность делать через телеграм-канал в принципе мы даже можем с вам какой-нибудь там организовать поддержку если надо с американской стороны там и телефонный звонок и все что надо да поэтому подписывайтесь на наши услуги наш портфель американских хорош на наш российский тоже хорош но видите там у нас что называется немножко у инвесторов крыша едет да но американский наш портфель я считаю идеален сейчас да и выбор акций у нас большой и наша стратегия это сочетание технического фундаментального анализа тоже по моему работает достаточно эффективно что увидите по нашим результатам и не только этого года но и всех предыдущих лет дальше пойдем посмотрим ну вот нефть я вам сказал на прошлой неделе что нефть будет расти вот нефть выросла да причем кажется что нарастет так постепенно но тем не менее видит это достаточно сильное поступательное движение вот тут смотрите вот эти уровни фибоначчи смотрите какое интересное да вот здесь вот этот вот вот один вот второй да Вот тут они постояли, прошли и здесь подошли к очередному уровню Фибоначчи, немножко начало откатываться вниз. Сложно сказать здесь уже сейчас, здесь технические модели, кстати говоря, не особо можно разглядеть в нефти, поэтому идет какой-то, будем считать, что тренд вверх, который пока еще не закончен. Но он может, в принципе, прерваться в любой момент на следующей неделе. Ну, например, вот они не пройдут в этот уровень 61,8, Фибоначчи 2. Что такое Фибоначчи? Это последовательность чисел, которые определяют так называемую золотую пропорцию. То есть, ее золотая пропорция считается вот как раз вот эти вот 38 на 62, иначе говоря, да. И все, как бы, что делает человечество, стремится, по идее, к этой вот золотой пропорции. Ну, может быть, это, конечно, натянуто, но на рынках, подчеркиваю, это все действительно работает. Я думаю, вы постоянно видите вот эти вот уровни Фибоначчи на наших графиках, воспринимаете их как те сопротивления, которые рынку приходится проходить. Ну, и вот мы видим сами, да, что вот, да, в определенной степени это есть. Биткоин. Значит, криптовалюта, смотрите, криптовалюта, она, ну, вот падала, что называется, да, несмотря на то, что здесь была модель роста, несмотря на то, что вот тут можно было еще одну модель роста сделать, вот тут произошел разворот, и криптовалюта ушла вниз. Ну, скорее всего, причины этого в основном связаны с тем, что вот на американском рынке произошло опять вот такая ситуация ослабления, да, ослабление, и вот этот вот рост S&P 500 там на максимумы, да, и там рост NASDAQ на максимумы, в основном было следствием того, но вот сейчас я попозже вам покажу, да, движение, движение, да, вот в доходности американской влиянии. Ну, это тоже натянуто в отношении криптовалюты. Я не думаю, что здесь такая уж прямая связь есть, ну, вот пока, ну, вот ситуация такая, смотрите, вот как этот уровень мы обозначили с вами, 71,942, это там один из максимумов, ну, не самый максимум, но очень близкий к нему, да. Так вот она не может его преодолеть, откатилась уже достаточно глубоко вниз, ну, посмотрим, что называется за дальнейшими ее движениями. Ну, наверное, сейчас лето, может быть, это не так уже актуально становится, все постепенно люди уходят в отпуск, да, мы тоже в отпуск уйдем в конце июля, да, поэтому... Может быть так, да, то есть посмотрим, голд, ну, или золото, да, я убрал вот эту модель Head & Shoulders, но, но, да, в потенциале здесь может еще одна такая модель образоваться. То есть, допустим, она вот у меня была построена вот так, смотрите, да, вот так и вот так, да, но вот у вас еще одно плечо есть, вот она голова, да, и вот это плечо или где-то здесь тоже может образоваться. То есть, в принципе, я вот, конечно, убрал эту вот модель негативную в золоте, да, и, может быть, она еще чуть-чуть где-то даже подрастет, но все равно, смотрите, вот, раз уж эти вот эти конструкции, они так или иначе становятся видны, Ну, надо быть осторожными, ребята, надо быть осторожными, Head & Shoulders или голова и плечи, это очень сильная техническая фигура, которая, ну, говорит о максимуме, ребята, говорит о максимуме, я думаю, что, конечно, не всегда, может быть, мы ее неправильно трактуем, понимаете, да, здесь может быть такое, да, ну, весь мой опыт говорит о том, что, нет, я вот что-то... Да, если золото преодолеет вот этот максимум сейчас, да, тогда, да, никакого Head & Shoulders, но все-таки есть вероятность того, что оно это не сделает. А что вообще в Америке происходило? А в Америке происходил разворот, ну, так называемый Easing, да, или ослабление, да, то есть, есть там тайтлинг, когда растут доходности, да, и растет доллар, да, а здесь у нас произошло расслабление, то есть, вот, начал, появилась техническая модель, ну, такой максимум в индексе доллара, который, конечно же, был поддержан снижающимися процентными ставками. Вот здесь у нас была прошлая самая модель, да, и тем не менее, да, ну, рынок показал себя иначе немножко, да, доходности десятилетних облигаций. И, ну, мы видим, вот, я подчеркиваю, я всегда вам говорил, что вот этот график более важный, чем график акций. Только они начинают двигаться вниз, начинается движение вверх вот этого пузыря в американских акциях. Ну, с чем это связано, я не могу сказать. Нет, я могу вам сказать, с чем это связано движение акций, то есть, ну, вот, все, то есть, ставка дисконтирования как бы становится ниже, оправдания можно найти все больше и больше вот этим ценам, да, но там, ну, все равно дичь в американском рынке происходит, что, вот, смотрите, да, ну, так вот, как бы, если вы посмотрите на индекс S&P 500, ну, такого вроде как не скажешь, да, но, тем не менее, тоже вот эти вот три дня, смотрите, да, раз, два, три, ну, они сочетаются вот с этими тремя днями, понимаете, ну, вот оно, пожалуйста, был рост, рост, рост и потом раз, я, кстати, говорил об этом на прошлой неделе, что возможно в разворотах, здесь тоже совершенно не факт, что вот они вот этот уровень пройдут, вот этот, теперь вот это сопротивление имеет ключевое значение, что-то 4,19,2, но, может быть, они совсем точно построят, то есть, если вот этот проходит свой уровень, ну, я не знаю, что там тогда в Америке начнется, да, не знаю, хаос оптимизма, да, назовем это так, но, тем не менее, да, ну, вот, я подчеркиваю, вот этот рост S&P, ну, он, ну, он ничем не обоснован, кроме как вот этой вот, возможно, моделью, да, в доходности облигаций, и в целом, я подчеркиваю, да, вот откуда-то берущийся оптимизм в отношении ограниченного числа компаний, но там, например, резко выросли акции Tesla, а чего это Tesla, да, там, в чем там преимущество конкурентное, этих китайских Tesla, там, я не знаю, там, десяток, я не знаю, ну, может быть, даже два-три десятка уже этих китайских иномаров, которые на электричестве ездят, в чем здесь преимущество Tesla, вообще непонятно, ребята, почему вы, и она же стоит, там, как несколько General Motors, понимаете, там, Ford, ну, то есть, Ford, General Motors, Toyota, там, Volkswagen вместе взяты, сложите, да, и Tesla будет стоить больше, но это же пузырь, это же пузырь, но это никак не может быть иначе, да, но, тем не менее, рынок продолжает эти акции скупать, ну, пускай скупает, мы не будем их скупать, и это возможно в определенных условиях для нас, когда мы видим техническую модель, а там нету технической модели сейчас во всех этих, они просто идут вверх. Ну, и Dow Jones, смотрите, я не стал тоже здесь убирать вот эту вот Head & Shoulders модель, да, я считаю, что он ее и не прошел, да, да, он не обрушается, что называется, но и не растет сильно, обратите внимание, да, то есть, уже другой промышленный индекс, да, но он расходится очень прилично с S&P 500 и с NASDAQ-ом там, тем более, поэтому, ну, давайте резюмируем, ну, наш портфель, я считаю, что с ним все нормально, то есть, да, ну, даже если он будет какие-то там, мы хорошо сейчас подобрали акции, вот сейчас самое время их покупать. Нефть, ну, здесь у меня, вот знаете, вот по-любому из commodities, но у меня здесь нету никакой здесь, ну, по сути, здесь технических моделей нет. Они ищут их, да, я подчеркиваю, сохраняется вероятность того, что сформируется новая голова-плечи в золоте, но в других commodities здесь ничего нет. Ну, а остальное, все вполне очевидно, да, есть тренд к снижению доллара, к снижению доходности облигаций, то есть, их росту, да, ну, и на максимумах находится S&P 500, ну, значит, в Америке все хорошо. Всем спасибо за внимание.